Здравствуйте, наши дорогие французские друзья и читатели! Мы сейчас находимся далеко от вас физически, но мысленно с вами. Мы в Лос-Анджелесе, но одновременно мы там, где вы. Мы к вам обращаемся и хотим поблагодарить за эту возможность Ирину Рекшай-Деброй, президента салона «Русской книги в Париже», «Русская литература», шестое издание, и нашего переводчика и издателя Денида Тра, издательства «Атланте». Благодаря этому человеку наша книга пришла к французским читателям. Спасибо и читателям, и организаторам фестивалей, конференций, благодаря чему наша книга получила прекрасные премии, чему мы очень рады. Премия – это просто отражение читательского приема. Мы очень тепло относимся к Франции. Мы бывали там много раз. У меня с Францией связано одно из романтичнейших воспоминаний моей жизни. Одна из первых вещей, которые научил меня мой муж, сразу после нашей свадьбы, когда мы поехали в Париж, он научил меня ориентироваться во французском метро. Это казалось высшей математикой, И это образ французского метро, как образ чего-то вообще Парижа, как романтического воспоминания. Он очень долго был со мной и остается как что-то очень ценное, очень теплое воспоминание из юности. У Сергея свои воспоминания связаны с Парижем и Францией в целом. И мы надеемся еще приехать, тем более, что во Франции живут наши друзья, литературные и творческие, и просто очень теплые для нас люди. Это Кристина Зетуньон Белоус, наш большой друг. Мы когда-то с ней виделись даже на День независимости Франции. Кристиан Фрегельсон, профессор Сарбонов, очень интересный социолог. Но я хочу сказать, что, понимаете, вся наша жизнь связана с Францией. Ну, любимые фильмы, любимые книги. Это бесконечно можно перечислять. Бюл Годиума, Бальзак, Холлен Делон, Жан Габен. Ну и так далее, и так далее. В общем-то, невозможно юность и молодость представить без французского духа, без французского шарма. Я не знаю, когда я встретил Маринку, может, она меня покорила именно чем-то своим французским. Может быть, этими родинками у нее на лице уже, не знаю. А теперь мы поговорим о нашей книге, которая стала поводом нам обратиться к вам. Это роман Вита Ностра, который был переведен и опубликован во Франции. И встретил огромную читательскую поддержку. Мы ожидаем выхода во Франции еще следующих двух книг из цикла «Метаморфозы», который открывает роман Вита Ностра. И мы хотим открыть большую тайну, что именно сейчас мы работаем над второй частью, над прямым продолжением этого романа, который стал особенным в нашей авторской биографии, потому что у нас вся наша жизнь разделяется от до публикации Вита Ностра и после. Не совсем понятно, почему так получилось, потому что мы всегда-то считали себя фантастами и были верны фантастике, и нас воспринимали как фантастов. А после выхода романа Вита Ностра что-то изменилось. Не значит, что мы перестали быть верными фантастике. Мы ее все равно ценим и любим. Но что-то изменилось, вот, Сергей, как ты считаешь? Почему? Да мне даже обидно, потому что, я прошу извинить, но мои любимые романы, это, знаете, первые романы, период любовного ухаживания, такования, ритуал, шрам, где, так сказать, в общем-то, герои с меня списывались во многом, мужчины. Вот, и мы 30 лет вместе, и, представляете, у нас такование, наверное, и сегодня, во всяком случае, с моей стороны. Продвижалось 30 лет. Так вот, Вита Ностра действительно стоит особняком. Но я хочу тебя спросить, прежде чем говорить мою точку зрения, о чем этот роман, как ты думаешь? Для меня это роман о том, что мир несовершенен, о том, что он трагичен. Человек может это изменить, либо не может изменить. И вот, если не может, то что делать? И как прыгнуть через голову и нельзя превратить в возможное? Как открыть двери, которые заперты? Это может быть немножко отвлеченно, я сейчас рассказываю, но это мои впечатления. Мне так кажется. Ну, у нас разные могут быть точки зрения. И вообще, особенность нашего творческого дуэта, это в том, что мы можем спорить. Да. Причем яростно. Но находим общий язык. Маринка меня терпит уже 30 лет. Я тебя люблю. Что значит терпит? Что за формулировки? Даже так. Так вот, «Витаностро» – это роман о любви, как для меня. Знаете, «Витаностро» – «Бреви сест», «Бреви финеято». «Жизнь мы краткую живем, призрачный границ». Это вольный перевод. Вольный перевод, тем не менее, студенческого гимна, тем не менее, он дал, так сказать, название целому циклу метаморфозы. Так вот, действительно, в чем границы жизни, что до жизни, что после нее, это очень важно. Но Маринка, и нам интересно, но Маринка, видели, сказала, что жизнь мрачна. На самом деле, реально… Это трагично, не мрачна. Трагично. Это правда. Ну, да. Но это… У нас есть роман о «Рабагеддон», так многие критики называют, самым светлым романом о конце света. «Рабагеддон» все же оставляет, как для меня, оптимизм. Разумеется, да. Вот поэтому, как бы не был мрачен ее мир, мир метафизики, в который погружается героиня нашего романа. Тем не менее, впереди возможен выход из страха, который во многом является основой нашего мира и еще предлюдей. Во многом преодоление страха поиск ответа на вопрос, что после жизни, как эту жизнь прожить, что такое любовь. Ну, и есть этот роман. Тут каждый читатель скажет свое мнение, и у критиков совершенно разные могут быть подходы к этому. Я только хочу сказать, что мы думали, этот роман все-таки связан с российской культурной традицией, и это, естественно, славянская. Но он как бы выходит за рамки этого. Когда он вышел в Америке, к нашему удивлению, и в Англии, вот западные читатели и критики совершенно по-другому его увидели, нежели у нас в России. А французские читатели увидели вообще немножечко по-третьему. Это очень интересно. Поразительно. Но, возвращаясь к вопросу Марины, почему этот роман стал каким-то особенным для нас. Ну, дело в том, что мы работаем в жанре, который мы называем М-реализмом. Позвольте его расшифровать. Это и есть метафизический реализм. Это реализм, в основе которого есть допущение. Допущение фантастическое, этическое, философское. Мы исследуем жизнь во всех ее реалиях, но и еще немного, немного то, что есть за жизнью, что есть перед жизнью, что есть не только в рамках нам привычных жизней. Знаете, по первым профессиям Маринка закончила театральный институт. Она актриса театра и кино. Поэтому ей дано удивительную возможность сопереживать за героя. Она страдает от того, что я ее заставил уйти из театра в свое время. Но она свою актерскую суть перенесла в переживания героев. А, следовательно, этим заражается и входит транс в какой-то степени и читатель. Также она училась в аспирантуре. Она преподавала искусство сценической речи. И задумывалась о том, о цене слова, о том, что такое речь. И она владеет искусством интонации, искусством рассказчика. Знаете, иногда она отвечает у нас за стилистику. Иногда я ее спрашиваю, пораженной тем, как она что-то написала, метафоре, образу, сравнение, тексту. Как тебе это удается? Вот она загадочно улыбается и не отвечает. Я хочу сказать, что у нас, вот Сергей говорит обо мне хорошие слова, а я скажу, что он по первой профессии врач-психиатр. Это дает огромные возможности ему для того, чтобы нам вместе использовать уникальный опыт человека, который работал практикующим врачом-психиатром, и который после этого работал и продолжает работать сценаристом, и имеет профильное образование в ГИК как сценарист, то есть мастер драматургии. И объединение вот этих свойств, как мне кажется, дает нам какие-то дополнительные возможности. Палитра наших возможностей вот из этого состоит. Нас интересуют сложные темы. Любовь, совесть, ненависть, несть. Что такое смысл жизни? В чем причина причин? И прочее. Что такое слово? Что такое речь? Очень многие метафизически нам очень нравятся ставить неразрешимые этические проблемы. Видите, М-реализм позволяет экспериментировать и заглядывать в какие-то стороны души и совести, которые, ну, так сказать, классический реализм или даже постмодернизм не исследовал. Впереди не только у нас, а вообще у искусства огромное будущее в этом плане. Так же, как и психология. И мы очень рады возможности сегодня с вами встретиться. На самом деле финальное суждение книги всегда выносит читатель. И образ читателя французского сейчас для нас просто огромное открытие. Спасибо вам большое. Мы прощаемся и желаем вам всего самого-самого хорошего. Здоровья. И когда-нибудь мы встретимся вместе во Франции. Обязательно солнечной, прекрасной Франции. Желаем Франции, как и всему миру, справиться с этой эпидемией коронавируса, с хаосом, который вокруг нас... По возможности, привнесем в этот хаос немножко гармонии. Спасибо вам огромное. Мы вас любим. Спасибо. Будем дерзать. Всего хорошего. Всего доброго.